Добрый день, дорогие друзья! Хочу вас поприветствовать на нашей обычной передаче, которую мы каждую пятницу проводим. Президент Игорь Датон отвечает. Я почему начал на русский? Наверное, кто-то сейчас задает себе вопросы. Я принял решение сегодня начать именно на русском языке, в знак протеста против вчерашнего решения Конституционного суда и для поддержки русскоязычного населения, граждан Республики Молдова, которые, я уверен, так же, как и я, категорически не согласны и против таких незаконных, неконституционных решений, которые вчера принял Молдавский Конституционный суд. Я хочу очень четко и ясно объяснить нашу позицию по этому поводу. Молдова – многонациональная страна. У нас живут десятки, ну, кто-то говорит, 120 национальностей. И молдаване, и русские, и румыне, и украинцы, и так далее. И мы всегда старались жить в мире. И в начале 90-х, когда у нас были некоторые проблемы в Республике Молдова, ну, националистические движения, лозунги в Тишиневиче, «Мадам, вокзал, Россия», как мы вчера слышали перед Конституционным судом, тогда мы в Молдове проявили политическую мудрость и договорились, что больше националистические вопросы не будем поднимать. И вот тогда договорились, в начале 90-х, когда только создавалось наше молодое государство, что русский язык будет языком межнационального общения. Это не решение сегодняшнего дня, либо закон парламента декабря прошлого года. Это был компромисс между разными национальностями для того, чтобы сохранить единую Молдову. И все это время это действовало в Молдове. Сейчас мы видим, что так же, как в начале 90-х, кто-то поднимает националистическую волну. Вот те маргиналы, которые вчера оскорбляли русскоязычных, граждан Республики Молдова, вот это примерно те же, которые стреляли на Днестре в начале 90-х. Это очень опасные тенденции. Кому это выгодно и для чего это делать? И почему Конституционный суд, высший в орган Молдове, играет в эти игры? Я понимаю, что в этом Конституционном суде есть ряд судей, которые считают себя румынами. Некоторые имеют и гражданство Румынии. Но они на службе у государства, у молдавского государства. Они должны защищать молдавский интерес. Даже если у них есть какое-то личное мнение, свое личное мнение ставьте дома. А в Конституционном суде принимайте решения в интересах государства Республики Молдова. Вот эти детские аргументы, что смотрите, у нас на переписи населения было 9% русских, только и поэтому принимаем эти законы. Ну слушайте, кто вас учил юридическим нормам? Неужели это аргументы? Кстати, при создании Молдавской Демократической Республики, еще более 100 лет назад, это было 2 декабря 1917 года, тогда в проекте Конституции даже было написано, что одна треть депутатов должна быть представителем других национальностей, чем молдаване. То есть это всегда было в Молдове. Минимум одна треть населения русскоязычные. Это не только русские, это и гагаузы, и болгары, и так далее. Вы играетесь с огнем, дорогие друзья. Вот маргиналы правые, эти, которые ходят к Кушмаде-Гугуце, знаете, против лома всегда найдется другой лом. Не надо провоцировать людей. Надо постараться сохранить межэтнический мир. Вчерашнее решение Конституционного суда будет иметь очень серьезные последствия. Вот мне уже звонит коллеги из районов, и не случайно на следующей неделе будут массовые протесты по большинству городам Республики Молдава, которые перельются в протесты здесь, в Кишиневе. Я хочу напомнить, что атака на русский язык началась еще при Майя Сандю, когда она была министром образования, когда она вышла с инициативой, поменяла в 2014 году кодекс образования и убрала русский язык как обязательный предмет в школьной программе. Вы помните красивые слова избирательной кампании, когда кто-то обещал, нынешний президент, что она будет, я говорила, на русском языке впервые за многие годы. Где все эти обещания? Забыли про все? Я знаю, что часть русскоязычных поверила, и что те, которые обещали защищать ваши права, где они сейчас? Сели в теплых креслах, им до лампочки все, что происходит в нашей стране. Я думаю, что очень многие понимают цену всех этих обещаний. Насчет нашей позиции. Я вам обещаю, что мы, партия социалистов, сегодня же разработали, мы уже разработали, сегодня же пойдем и зарегистрируем новый законопроект, который будет поставлен на голосование на первом заседании парламента, когда состоится открытие этой сессии 4-5 февраля. И мы будем настаивать, чтобы этот закон приняли. Я уверен, что мы найдем возможность, чтобы его проголосовали в парламенте и посмотрим, Майя Санду ее пропустить или нет. Ну, еще раз, мы знаем позицию Майя Санду. Когда нужны голоса, разговаривать на русском, на французском, на украинском, на гагаузском уже начал говорить. Посмотрим дальше. Мы знаем цену всех этих обещаний. Поэтому по статусу русскому языку, русский язык в Молдове был, есть и будет языком межнационального общения. Мы сделаем все возможное, чтобы закон, новый закон был принят, и мы обеспечим принятие этого закона. И будем дальше делать все возможное, чтобы в Молдове был межэтнический мир. Да, все должны знать и государственный язык, молдавский язык, не румынский, молдавский язык, все должны знать. Но для этого пусть государство, и в этом законе было прописано, чтобы государство разработало и финансировало программы для изучения молдавского языка. Что было сделано за 30 лет в Молдове по этому поводу? Ничего не было сделано. Я знаю, что молодежи русскоязычные учат молдавский язык. Ну, 90-95% всего всей русскоязычной молодежи, начиная с детей в детском саду и заканчивая в университетах, все знают молдавский язык. Проблема вот этих старшего поколения, которые не успеют ее научить молдавский язык на том уровне. Поэтому проблемы большой с знанием молдавского языка в Молдове нет. Но надо дать возможность, чтобы люди разговаривали на русском языке, потому что у нас было это согласовано. Поэтому, уважаемые коллеги, друзья, дорогие граждане Республики Молдова, знаете, я коренной молдаванин, у меня раньше здесь было, вернем вот этот арбор для джинологии, я нашел своих родственников до 15 века, весь мой род были молдаванами. Я считаю молдаванами, но я за то, чтобы все граждане Республики Молдова чувствовали себя в Молдове, как у себя дома. У нас другой родины не будет, только наша страна, Республика Молдова. Поэтому я буду защищать интересы и молдаван, и русскоязычных. Я думаю, что это правильно для того, чтобы Молдова двигалась дальше, чтобы у нас было консолидированное общество, и не разделяли. Вы понимаете, кому это выгодно? У тех, которые кричали вчера перед Конституционным судом, надеются, что на этом фоне они как-то пройдут, наверное, следующий парламент, либо что-то поднимут, какую-то волну, там, боксер с сломанным носом и так далее. Не поможет им все это. Знаете, как там говорят, хорошие пословицы, ну, посеешь ветер, получишь бурю. Короче, закон будет зарегистрирован, будет проголосован, и, скорее всего, на следующей неделе начнутся определенные протестные акции. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. 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 Корректор А. Субтитров 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 А.